Наша гвара походит с пограничей Украины и Белоруссии, но говорятся только старшие люди с этой гварой. Потому что молодежь уже говорит по-польски. Так что наша гвара занекает. Когда все говорили так, как мы, а теперь уже все иначе. Вышли в жизни и телевизоры, и телефоны, а количество этого не было. Старшие люди собирались, говорили между собой, по-соседски, по-соседям, или на лавках, где-то. А теперь каждый сидит в своей комнате и телевизор улончится и носа не выступает. Слушайте, я получил смс, которые приглашают нас на ворсштаты нашей гвары. Идем? Да! Так! Нема уже таких приятелев, как каристь. Одни до других ходили. А теперь каждый живет в своем свете. Ухачи не печется уже, а не хлеба. Усё купляется, готово. Нават и варва мало хто садить такого, але морквочку-то пойдет купить, чи цибулю у скрепи. И так, что усё заникает. А это требовало сберегчей от запомнения. Усё наш, доробок наш. Усё это запоминает, как было, когда. Молодёжь уже не помнит ж этого, а я хочу это сберегчей. Каб молодёжь помняла, што колись так жилося. Хочё они не хочуть, може, этого знать. Але треба им говориць, кабе они помняли, як то было колись. Наша вёска тоже зменилася. Нема ани зверов жадных, ани коров, ани овец. Курей тоже уже мало у кого ест. Усё повызбывали. И только уже старые остались ещё на вёсце. Бо молодых мало есть. Усё повыъезжали до города. Каждая работу, якуюсь мая. Нема такой темноты, але нема такой приязни, как колись было.